итак запущены видео поток и сегодня мы будем изгиляться с картинками часто говоря не знаю как и до какой степени нам дали скрипт куточек кусочек скрипта нам дали который как бы должен давайте мы его переименуем 1.5 который как бы должен волен еще подвинутой был сделал который как бы должен делать то что нам надо вот так давайте попробуем то же самое переписать на человеческом языке не знаю чем у нас получится просто я как вы знаете не очень дружу с пиздоном поэтому я сразу переименую это в нормальной вещь так давайте сделаем так я не знаю как это запускать честно говорю какие-то фото айди и shell true непонятно поэтому мы сделаем так если у нас первым делом запускается конверт так и она конвертируется давайте в один bmp мы с конвертим мы пытаемся сначала сделать то что есть зачем если она уже работает она является куском видимо большего скрипта и как это запускать я не знаю и здесь какой-то фото айди есть они никак не объявлены нигде их нету так далее зачем то этот bmp переименовывается в некая раз у нас давайте мы его переименуем один . bmp в 1 . потому что нам не дали полную версию скрипта перепишем перепишем нормальный язык во пошла стадии это все не то у нас будет лучше так это строчка нам уже нахер не нужна рандом сидну пускай будет так что ли чтобы уж так дальше у нас эффекты что я делаю так дальше у нас интересные собственно говоря эффекты идут это эффекты под подстановками в перле с этим немножко сложнее но мы тоже можем так я надеюсь это будет примерно так так это так так я честно говоря даже не знаю что сейчас получится вот что например делает rand int для меня непонимание. Видимо, это от 500 до 1500. Значит, для меня это будет так. int rand помноженное на 1000 плюс 500. Ну, это я так предполагаю. Можно ссылку на Видимо, поток? Конечно. Открываешь свое сердце, смотришь в него, а там ссылка на Видеопоток. И вот она теперь еще и нагладнее. Так. Интересно, вообще эта хуйня запустится у нас или нет? Вот. Значит, Ну, как-то так. Я точно не уверен. Так. return, random, integer, in, such as a меньше n. Ну, как-то так я и реализовал. Так. Следующий у нас аналогично. фазер. Потом еще кажется, что у меня сокс древний. И всего этого мы не посмотрим. И мы будем играть в сборку сокса. Весело, наверное, будет. фазер. Да. Кодим уродовальщик картинок. Так. Что-то как-то странно запятая здесь идет. Это точно законно? Так. Ну и снова идет фазер. Ютаб. Не думаю. Мне было лень, по крайней мере. С Ютабом. Так. Ранда. Ранда. Что я делаю? В общем, я... Как я это вообще хуйню нашел? Это я извращался с ЦГА-фильтром своим. Вот. И один анончик сказал, что а я тоже умею портить картинки. и вот я его выпросил дать мне скриптец. Ну, вроде как есть. Так. Эффект. Эффект у нас будет, видимо, рандомным. Очень нехороший код, на самом деле. Записи, может быть, выложу. Окей. Так. Дальше. CMD. Так. CMD значится SOX. Вот мне непонятно, почему здесь закарткожный частот 48 килогерц. Ну, ладно. B16 бит интеджер. У нас, значит, здесь 1. RAV R Ну, так. А здесь будет, сказать, 2 RAV. И здесь значится EFFECT. Dollar EFFECT. Вот. Потом мы пытаемся тут закаменченное что-то. А, это мы, видимо, для отладки командную строчку пытались. Окей. Вот. Ну, и делаем SYSTEM. Во. Я вот, правда, не помню, в PERLE можно SYSTEM просто так запускать, или нельзя, или там какие-то потом будут сайд-эффекты. так, потом мы пытаемся открыть RAV и считать 54 байта. Перепишем это так. Это у нас, видимо, HEADER 54 байта. Так, потом мы пытаемся так, open, так, это уже 2. Так, что-то я не понял, что я делаю. так, это у нас F1. Так, ну мы и так в F1 стоим на 54 байте. Нахера вот этот SIG нам нужен? Или стоп, погодите-ка. Потом мы F1 переоткрываем. и срем как 2 BMP А, это опечатка. Я думал, 54. Вообще, вообще, за такое, конечно, бить надо. Короче, мы создаем так. Так, 2 RAV значит, мы прочитали. Вот. Потом мы переоткрываем 2 2 RAV, то бишь, с испорченным заголовком. Нам нужно заголовок перевосстановить. здесь делаем CYC. Так, я на секунду отвлекся. Ты уже сделал код нечитабельный. Я, наоборот, его портирую на читабельный нормальный язык. так. и... так. Ну, как-то так. Вот. и в конце концов, мы вызываем конверт. Конверт, который будет конвертить 2 BMP в 2, ну, мы его лучше назовем так, ALT, JPEG. Вот. Ну, и почистим за собой. Нам нужно удалить 1. RAV, нам нужно удалить 1. BMP, нам нужно удалить 2. RAV и 2. А, стоп. Да, 2 BMP. А, не, погодите, ка, стой, секундочку. Что-то я, э, погодите-ка. Это у нас вместо двойки, мы их удаляем, понятно. А где мы удаляем 1. BMP? Непонятно. Так, значит, нахера открывать 2 BMP? А, так, сейчас, погодите-ка. 2 BMP, вот. Всё правильно. Ты. Это Перл? Да! Так, э, э, по-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. вроде как должно работать не знаю будет ли ну вот должно у нас есть несколько картинок это ну я не знаю вот я чё тут это сама скачал а не работает как какие-то ошибки 18 строке все плохо тупо так в 18 строке у нас ошибка в том что в предыдущей строке нет точки с запятой ну-ка работает смотрите у нас есть файл ау а да совсем для аутов сразу мы немножечко переделаем данный скрипт и добавим сюда вот такую опцию дело в том что у меня трансляция сейчас 640 на 480 чтобы картинка влезала мы ее дополнительно еще вот обделаем ну и осталось посмотреть как же получилось а а получаются вот такие вот картинки а круто ребята только подрубился что быдлокодишь ну быдлокожу урожи уродователь картинок я хотел быдлокодить конверт ссылку видео в гифки но анон проголосовал за уроды волку за уроды волку картинок вот такие вот вещи а поскольку у нас эффект вызывается рандомно то мы наверное можем несколько раз так сделать и картинки как ты видишь анон вот они немного по разным бот а как же веб-сервер веб-сервер не забыт но когда я делал генерилку цга картинок для веб-сервера я отпустил эти картинки говорил смотрите смотрите и вот один из анонов написал а дескать я тоже умею картинки портить и вот подогнал мне вот такой скрипт как право того что не только я умею портить картинки ну вот посмотрите анончики достаточно ли данная картинка испорчена и да что там с заводом у тебя с завода у меня то что у меня и это отношение к эфиру не имеет у нас теперь все эфиры золотые что-то темновато согласен что-то нихера на этой картинке не разглядеть давайте еще раз попробуем смотрите смотрите у нас варнинги пошли ну ка чё получилось какая красоте ничьче почему-то середина картинки всплыла здесь ну то что цвета поплыли как бы ожидаемо вот в общем это оригинальный скрипт от анончика давайте попробуем другую картинку вот есть вот такая картинка о во вот сейчас бы сюда натравить нейросетку от nvidia которая умеет очищать картинки от мусора вот скажите что вы здесь видите вот я в принципе знаю что здесь изображено могу и какие-то контуры значится угадать а можете ли вы можете ли вы что если результат очень еще сильнее испортится потом еще и раз так раз десять реквестирую в общем реквест при вижу два дерева хинк там нету дерева по бы еще раз эту же картинку спортить вот это же картинка ты снова видишь два дерева это типа когда в телик забыл антенну вставить двое точие д д д д д а я здесь вижу престарелого говнокодера без целей в жизни а да это же я я думаю сегодня мы улучшим процесс порченья картинок безмятежность ты кстати почти угадал что это за картинка почти угадал еще раз ее испортим ну теперь уже достаточно легко почему то эту картинку она портит вообще до неузнаваемости всем классом информатики смотрим твои трансляции учитель говорит заебись молодца директор школы одобряет а без сторонних опердений можно что имеешь ввиду под сторонними опердениями а а какая красота но обратите внимание на эти цвета цвета побежалости я бы сказал вот мне они не нравятся и да давайте улучшать картинку но для этого во первых сначала реализуем то что реквестил анон а именно несколько раз давайте сделаем каунт вот так значится так у нас здесь выгрузка идет в джопек так что же делать так давайте так без сокс сокс здесь интересен тем что это готовая портилка вернее обрабатывалка звука если ты можешь придумать какой-нибудь другой процессинг изображений без сокса а с чем-нибудь еще ну пожалуйста в принципе сокс здесь особенно ничего такого сверх естественного не делает так что в принципе от него тоже можно отказаться вот и на выходе у нас на выходе у нас будет два бмп но мы сделаем так значится два бмп мы переменуем ре ренейм вот так а стоп а процедуру хидеров нам ведь в конце нужно только восстановить так так что мы всю эту всю эту хуйню мы можем вот так сделать здесь будет ренейм значится два точка ров в один точка ров вот а вот это мы все так и остается так у нас и остается единственное что мы в бмп у нас у нас а нет у нас бмп этого не остается так давайте мы хибер прочитаем здесь пока он у нас жив так мы сюда так а зачем в имени файла 2 бмп символ больше это означает что файл открывается на запись вот здесь мы бмп делаем и она у нас и сразу мы из нее хидер получаем вот значит здесь у нас можно в принципе сразу писать как один бмп вот писать в него хидер и и также 1 ров вот значит так так и на выходе у нас 2 ров уже не существует мы его здесь убили вот так и 2 бмп а здесь у нас значит уже 1 бмп давайте так покрасивее было так реквестирую эфир про создание файловой системы а для как вам для каких целей а да 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 чтобы виндобляди могли это запускать так хидеры хидеры анлинк ага ты молодец сначала мы удаляем файл а потом его конвертим это вот я так так теперь надо бы немножко побольше каких-то опций задать так ну и для оплатки неплохо бы видеть как-то так ну и теперь пытаемся давайте 10 раз вот мы что-то науродовали вот после 10 раз мы получаем вот такое изображение я думаю норм не так ну мне интересно а может там какие-нибудь оптимизации за бензи продать разработку кому не будутежить на авторские отчисления ну значит так а оптимизации да – но нужно знать какие именно тебе нужны оптимизации например оптимизация под хранение например очень маленьких файлов или оптимизация под хранение очень больших файлов или оптимизация под рандомный доступ Или оптимизация под отказоустойчивость. Или оптимизация еще под какую-то супер мелко, почти никому не нужную поебень, которая нужна крупной корпорации, которая готова заплатить за нее 100-500 тысяч долларов. Так что вот эти какие-нибудь оптимизации, их тысячи, миллионы, миллиарды в зависимости от потребностей. Продать разработку кому-нибудь. Опять-таки, вот это в кому-нибудь проблема, в кому-нибудь. General Purpose файловых систем наебенина, да хуя лень. И, соответственно, вот кому-нибудь нужно продать что-нибудь такое, что им нужно. Сложно. Ну а жить на авторские отчисления, это если только твоя пердень пойдет в народ. И всем она вдруг внезапно понадобится. Например, как это сделала Майкрософт со своим фатом. Вот. Если ты не сделаешь что-то такое, что вот будет почти в каждом фотоаппарате, то можешь на это, на житье с авторских отчислениями не рассчитывать. Ну чё, мы достаточно сильно изуродовали картинку, как вы считаете? Давай больше параметров, больше контролируемость, меньше энтропии. Не-не-не, мы еще не наигрались. Так, давайте сменим картинку. Так. Вот, можно до такой степени изуродовать. А еще все еще... Все еще 100 жду. 100 итераций? Там, конечно... Ну давай, 100 итераций сделаем. Мне-то не жалко. Но сам понимаешь Что Там мало чего выживет Вон клиппинг у нас там Вызывается Ну давай посмотрим Вот 100 итераций Как просили Как заказывали То есть от 10 100 итераций почти никак не отличается А вот если всего одну итерацию сделать То да Что-то там видно Но Было бы это радиононимус Если бы мы не начали Копать глубже Во-первых давайте вот временно Сделаем даже две таких вот вещи Одна у нас будет Аут 640 Вторая просто аут Без вот этого ресайза И это очень важный момент У нас будет теперь две картинки У нас будет как аут Уменьшенный Чтобы он нам в экран влезал Вот Видите все блеклое Блеклое вот почему Блеклое оно потому что Оригинал выглядит вот так Вот И если присмотреться Вот здесь видны Такие Ну в трансляции Наверняка не видно Такие полосочки Ровно по 2 пикселя А что такое 2 пикселя Это 16 бит Картинка у нас Имеет 8 бит на канал А Сокс Пытается Вьюбовать 16 бит И вот у нас Получаются Такие странности Так А если сделать По 1-5 Итераций Рандомно Сделать из них Фреймы На 15 секунд И высрать видео Ща мы этим займемся Ну не щас Ну чуточку позже Давайте для начала Попробуем Ааа Исправить Вот Не вот это вот Как есть А Сделаем Немного Интереснее Ну На мой взгляд Ааа Так В качестве Конвертирования Картинок У меня Естественно FFMP Так Мы сначала Картинку будем Сжимать Не потом Так Значит Впрочем Нам и Оригиналь Ладно Нам понадобится И то и другое На самом деле Заголовок Нам все равно Нужен будет Правильно Так что Давайте сделаем Так Нам здесь понадобится А если мы сделаем Resize Как мы Ааа Ладно Этот Отклицательный Знак Приказывает Конверту Строго Вот в этот Размер Срать Не больше Не меньше Нам вот эта Опция Нужна Для Создания Заголовка Фактически Только лишь Ааа Здесь уже Мы можем Писать Один Точка Вмп Размер Тоже в принципе Можно не указывать Мы его и так знаем Грей Шестнадцать Бит Ф Рав Видео Перезаписать В Одиннадцать Рав Нет Просто В один Рав Вот так А вот это Уже нам Будет Не надо Один момент Я должен Подсмотреть Опции Кумандной Строки Чтобы Не обкакаться Я ведь Элита И я не могу Позволить себе Обкакаться Вот А обкакаться В наше время Очень легко Вот А я ведь Не могу Обкакаться В прямом Эфире Конечно Это Радион Анимус Но Все равно Как-то Ага Все равно Не хочется Обкакаться Вот А вдруг Потом Эту запись Увидит Твой Работудатель Вообще Будет Неудобно Так Ну В общем-то Все правильно А Еще Ну Как-то Так Значит Теперь Здесь Также Нам нужно Эту команду Скопировать Сюда Вот это В принципе Это Порнография Нам больше Не особенно Нужна Вот Мы ее Уберем И Она И мы Делаем Обратное 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 Преобразование Так Размер Пикс ФМТ Грей 16 Ф Раф Видео И 1 Раф Потом Мы уже Преобразовываем Во что-то Человеческое Например На РЖ Б 24 Вот И Пишем В виде 1 Точка БМП Вот Ну а дальше Уже Традиционно И вся Порнография Вот с этими Заголовками Нам уже Не нужна Поехали Че будет Let's Watch Че-то мы Изуродовали Чего Ютуб Не подрубили Ну а че Его подрубать Ну че Как-то так Получилось Даже Неплохо Я бы сказал Неплохо Да Да Но Че-то Мне подсказывает Что Сначала Мы Припиливаем Один байт Спереди А потом Отпиливаем Один байт Сзади И поэтому У нас Получается Такая Говнина Пытаемся еще разик Опа А вот уже И И неплохо Так Смотрите У нас У нас Больше нет Цветного Шума Ничего Так Ничего Мне даже Нравится Что-то в этом Такое Есть Так Еще раз Попробуем А нет Смотрите Смотрите Не так То уж И плохо Ну по крайней Мере Цветного Мусора У нас Более Нет И это Хорошо Мне нравится Но Знаете Че Знаете Че Данная Картинка Черно-белая А у нас Что Прошлый век Что мы Вот Занимаемся Черно-белой Фотографией М А можно Без Грейскейла Чтобы все Цвета были Или хотя бы Брать Три Грейскейла И Клеить Из них Цвет На самом деле Я не знаю Как это сделать Честно Наверняка Как-то При помощи FFimpega Image Magic Через Image Magic Точно Можно взять Те или иные Каналы Разделить Их Сохранить В разные Файлы Потом Спроцессить Склеить Все это Можно Наверняка Как-то Но я Не знаю Как Мы могли бы Сейчас Пойти На сайт Image Magic Читнуть Мануал По теме Channel Manipulation Или что-нибудь В этом роде И Сначала Разложить Потом Склеить Помните Там такие Опции В Image Magic Точно Были Там это Точно Можно Но Это Нужно Читать А мы Читать Не можем Не любим Нам Неинтересно Правильно Ребята Мы Ведь Можем Сами Мы Можем Многое Или Не можем Это Уж Вы Решайте Сами Пойдем Мы Сейчас Читать Скучно И Уныло Документацию Аль Не Пойдем Девочки Решать Вам Девочки И Можешь Идти Подрочить Ну А мне Видимо Придется Самому Ну Что ж Давайте Сами Ну Мы Еще Немножко Так Паутируем Капельку Давайте Поставим Пять Итераций И Посмотрим Че Получается После Пяти Итераций Получается Хороший Незамутненный Серый Экран Мне Нра Чатик Просто Не Справляется С Огромным Потоком Сообщений Да Так Оно И Есть Кстати Насчет Потоков Фактически Нам Нужно Превратить Картинку В Планарное Изображение Что У нас Есть Из Планарных Картинок Давайте Вспомните Какие у нас Есть Ситовое Пространство Так Что у нас Есть Планарного У нас Есть Юв 422 Например У нас Есть Юв 444 Четвертый Во Давайте Юв 444 Использовать П Конечно Значит Что Здесь Такое Сначала Мы Его Преобразуем В Юв 444 П Рав Видео И Подадим На входу Другому Эфифимпебу Который Будет Считать Это Так Он Это Будет Считать Так Чем он Это Будет Считать О Тоже Сок Самуродыш Вот Вот Бы Еще Само Обучение Диапазона Случайных Значений Сделать Чтобы Оно Тебе Показывало Разное Ты Только Говоришь Нравится Не Нравится Так Это Я Твой Скрипт Как Раз И Портировал Час Назад Мы Как Раз За Тобой Тобой Разгребаем Так Значит С Ф Рав Видео Потом Запись Посмотришь Чтобы Было Интереснее Так Ф Рав Видео Значит С Пикс Ф М Т У нас Будет Грей Ди Да Просто Грей Это Грей 8 Да 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 Так Грей 8 Значит Размер Вот С размером У нас Будет Небольшая Непонятка Значит 640 На 480 Помноженное На 3 Сколько У нас Будет Там 480 Помноженное На 3 1440 Вот Так Это И С С Студ И Назасасать Это Уже Нам Не Нужно Мы Потом Выплевываем В Грей 16 Рав Видео Вот Здесь У нас Будет Еще Более Ебанутое Значит Сначала Мы Засасываем Сначала Мы Засасываем Так Но СТД Ин У нас Будет А нет Да Но СТД Ин Значит Видео Пикс ФМТ Грей 16 Так И 1. Рав Потом Мы Сразу Преобразовываем Это В Грей 8 И Выплевываем Как СТД Аут И Потом Уже Мы Так Так Это У нас Будет Ф Рав Видео Х ФМТ Ю Значит Вот Это Вот Все Наперед Переставлять Вот С Пикс ФМТ Ф Видео И И Мы Конвертируем Это В Пикс ФМТ РЖБ 24 Сохраняем Как 1. БМП Фу Родил Я Родил Это Говно Ура Получится Не Получится Че Получилось Ну Че Че Конечно Получилось Я Я Даже Сказал В Цвете Но Че То Искажение Не Особенно Видно Вторая Попытка Как Оно Было Таким Вроде Бы Оно И Осталось Вот Кажется Давайте Сделаем 10 Шагов Да Каким Было Таким Оно И Осталось Где-то Мы Обосрались Со Всем Этим Безобразием И Наверняка Мы Вот Здесь В Фин Пеги Получаем Кучу Да Что Такой Вот Кто Это Говорит Постоянно Меня Это Фантом Который Говорит Он Меня Уже Заебал Если Честно Так Где-то Мы Тут Обкакались Обкакаться Мы Могли Вот Здесь Вот Так Нам Вот Это Тоже Теперь Больше Не Надо Особенно Ну На Всякий Случай Мы Здесь Сделаем Еще Анлин Это Вообще Так Перестраховка Так Снова Снова Мы Видим Серый Квадрат Ура Значит Что-то Работает Одну Итерацию Попробуем Сделать Так Одна Итерация Есть И Там Даже Что-то Видно И Я Даже Отсюда Вид Что Оно Вроде Как В Цвете Так Надо Найти Подходящее Ну Вот Здесь Что-то Виднеется Так Лучше Но Как То Это Все Того Не Этого Честно Говоря Ой Не Доверяю Я Им Эфи Фемпегу Здесь Ой Не Доверяю Как Оно Определяет Какой Байт Брать Какой Отталкивать Не Ясно Все Это Ой Не Ясно О Вроде Даже Что-то Видно Но Все равно Все Тут Серость И Блеклость Ну Не То Это Не То А Что Это Означает А Это Означает Что Пришло Время Выкинуть Вот Эту Длинную Команду Нахер И Ее Надо На Что-то Заменить Ну Например Мы Ее Заменим На Вот Ну А Здесь Вот Осталось Осталось Дело За малым Где-то Спизить Sound To Peak Вы Не Знаете Где Скачать Такую Программу Мм Я Тоже Не Знаю А 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 Продолжение следует... ...потому что мне западло заниматься всякой хуйней. Начаться так. Поскольку, скорее всего, у нас звук будет в INT16T или ансигнитон. Звук обычно в сигнит-INT. Так. Ну, как-то так. Так. Hmm. Так, нам, наверное, здесь нужно сделать ещё канал. Уж делать говно так по полной. Саунд. Значит, откуда мы будем брать звуки. Так. Так. Это откуда. Потом, что мы сделаем с В. По идее... По идее, к нему нам нужно... В плюс равняется 32 768. По идее. И потом мы это должны разделить на 256. Если В меньше нуля получился, то сделаем его равным нулю. Наше любимое насыщение. Если В больше 255, то сделаем 255. Чтобы у нас не было засветов, таких переходов, цветов побежалости. Это всё пускай у нас всего этого не будет. У нас теперь вместо этого будут такие белые пятна. Что нам ещё надо? Ну и, конечно, нам надо записать. Вот. Одна ещё проблема. Как же понимаете? У, у уху... У! Ух... У! 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 что получится понятиями зачем ты столько скобок пендюрил там где циклы а как без скобок мало еще одну скобочку ну как то так снимать фууу еееее let's watch то ли мой скрипт полное дерьмо то ли мой код полное дерьмо то ли одно из двух давайте еще раз дадим ему шанс разве до внешних нельзя было без скобок сделать это а как я их без скобок сделать надо в одну строчку все тем более я ненавижу когда люди экономят скобки смотрите смотрите что у нас происходит нас что же делать скорее всего ой скорее всего у нас виной вот эта вот конструкция мы ее могли бы заменить на что-нибудь вроде просто заставить быть так будет лучше лучше честно говоря не стало и вообще как-то вот странно странно все давайте посмотрим вообще она хоть хоть как-нибудь работает или нет в качестве тестов мы возьмем какую-нибудь песенку давайте сделаем немножечко музыки так Так, мы сделали немножечко Music That's Music И теперь нам нужно Так, значит Как-то оно слишком Так быстро отработало Там вообще что-нибудь есть? А там у нас нули И только нули Так Что-то у нас Пошло не так А, ну правильно А читать из файла надо? Конечно нет Зачем нам читать из файла? Ну ебану Читать из файла не надо Данные не нужны О! Какое-то кино там Появилось Но кино такое Я бы сказал Однобитное И что-то мне оно Не особенно нравится Ну посмотрим Что у нас получается Жизнь в красках Жизнь в красках Что вы там говорили? А? А? Жизнь в красках. В красках. Больше красок. Жизнь прекрасна. Так, там просили сделать побольше итераций. Давайте сделаем 10 итераций с соксом. После 10 итераций, ну смотрите, шум у нас уже такой тоже яркий-яркий стал. Так, ну давайте хотя бы 5 итераций сделаем. Определенно что-то в этом есть. Определенно. Я думаю, это можно распечатать. И продавать по 10, нет, 50 тысяч долларов за полотно. А еще это можно было бы вставить в прошивку какого-нибудь фотоаппарата. Вот что вы здесь видите? Я лично здесь вижу небо, такие далекие-далекие облачка, море, остров с пальмами. Где-то вдалеке виднеется такая гора с вулканом. И наплевать, что в оригинале ничего из этого здесь не было. Так, ну мы немного... Не, ну ладно, еще разик. Так, нарекаю картину Павдер Джой. Оооо. А здесь... Главное, все та же самая картинка. А тут, кстати, я почитал факью от Павдер Тойа. Эх, не слабо, автор угорит от передвижения солидов. А я хотел зареквестить ему, добавить в Павдер Той настоящий феммодуль. Модуль расчета конструкций. Фактически, балки можно представить как набор партиклей. Хааа. Ну и, конечно же, набор джоинтов. В принципе, все это можно вкорячить в Павдер Той. И в маленькой детской игрушке получится инструмент для проектирования серьезных зданий. Ну, это я еще потом начал лаутировать в натяжные конструкции при помощи натяжных канатов, там, прочей хуйни. Очень нравится, например. Есть в музее... Ой, забыл название. Музей науки Тюриха, если я не ошибаюсь. Могу... Ой, могу напиздеть, ребята, не верьте мне. Там есть замечательная башня. Башня, которая построена из отрезков, которые фактически как бы парят в воздухе друг на другом. Отрезков трубы какой-то. Эти отрезки как бы просто парят. На самом деле, там достаточно сложная канатная система. Но несущей конструкцией являются те самые отрезки трубы, которые даже не связаны друг с другом. Ладно, хватит нести шизофрению свою. А то мы прямо сейчас начнем тут фем-модуль вкорячивать. Так, ну... Я думаю, что вот с этой хуйней надо как-то разобраться. Давайте попробуем разделить. Ну, хотя бы на 10. А то у нас явный пересвет. Вот. И... Не очень получается. Не очень. Тоже говно. Хотя, чтобы вам не показывать. О! Это еще что-то вот виднеется. Что-то вот виднеется. Так. Но давайте мы сделаем здесь еще одну более важную вещь. А именно, режим. Режим работы. А именно, мы ведь в это цветовое пространство конвертируем-то из... Странной конфигурации с FFimpeg. Давайте делать все сами. Вот. Значится так. Это у нас будет режим. Так. И в зависимости от режима... Мы будем делать так. Значит... Если режим 1... Так. 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 Какой интересный эффект получается. Картинки вроде изменяются. Но я все равно вижу только... Говнокодера неудачника! Удивительно! Еееее! Так. Значит, второй режим мы фактически уже реализовали. А теперь нам нужно еще первый режим реализовать. В первом режиме мы делаем фактически все то же самое. Да. Да. И даже хуяк. Ну... А... Берем... Все наоборот. Вот. Саунд. Са... В. Так. А здесь... В равняется пикселс. Так. Но. Что касается пикселей. Пикселей у нас... Значит... Минус 128. Здесь умножить на 256. 256 делаем. Значит... Если В меньше чем 32768... 32768... Минус... Мы сделаем сигнет. Если же В больше чем 32767... 32767... И... Вот... Не... Да. И... Саунд. И... Здесь же мы вернем нашу хрень. Можно даже наоборот сделать... на 256 разделим и прибавим на 128. Давайте сделаем так. Опа! Мы получили сегментейшн фаулд! Ну и хрен с ним. Потому что мы не задали режим конверсии. Так. Теперь вернемся к нашему скрипту. И вот здесь в принципе нам фимпект уже не особенно нужен. Но пускай будет. Пускай будет. Так. Это нам не особенно. Так. Планерное нам уже не надо. Нам достаточно. Так, все это не удаляем. пикс-фмт rgb24 raf-видео да 1. raf 2 raf можно сделать. И здесь у нас будет sound top-pick 2 raf 1 raf и режим 1. Значит, у нас будет режим 2-ой. Единичку мы уродуем, уродуем и потом у нас обратное преобразование идет. А здесь мы просто его читаем как rgb24 и сохраняем. ничего интересного. Ну, чё? Смотрим, что получилось. Сначала мы делаем image. Так, вы видите. Image to sound, а потом мы делаем sound to image. Ну, а что ж, получилось-то у нас в результате-то. э-э-э-э-э. Это мы так подняли немножечко громкость явно. И вот здесь у нас э-э-э. Перегруз случается. так мне есть одна гениальная мысля что если что если мы не будем вот это вот вызывать то есть оригинал как был так мы его и покажем до оригинала но не портит значит преобразование вполне себе корректно и ладно давай тогда побольше штук пять не не уродует слишком сильно так у нас явно происходит перегруз о какой интересный мерафон смострячился нас явно происходит перегруз надо с этим что-то делать единственная мысль которая приходит в голову это уменьшить коэффициент умножение при переводе в звук кстати если хотите мы ведь это все можем еще и послушать теперь потому что раз мы со звуком работаем то почему бы и нет давайте до кучи и сделаем преобразование в вавик значится так по умолчанию я люблю 44 килогерца делать здесь можно сделать а вот я знаю почему даже здесь ансигнит интеджер используется вот в этом одна из проблем так сейчас мы это кстати пофиксим еще так значится от c r ну или как все и 1.5 и 1.5 выхлоп а здесь мы будем то есть собственно вообще очень просто будет 1 1 2 2 давайте мы слуханем если чем две операции только вот такая картинка у нас есть а теперь давайте мы ее заслушаем так аудио значит было это было после сокса стало так ну у нас явный перегруз перегруз а перегруз скорее всего с из-за того что вот здесь сокс во первых давайте мы ему скажем что мы хотим процессить не 1 1 1 2 и на выходе мы хотим получить 2 . вау вот это моя надежда что сейчас будет лучше немного значится илюш илюш погодите нет наоборот миним так по прежнему так по прежнему сделаем и нет знаете 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 мне это все как-то не это не нравится а а а а здесь давайте оперировать полноценными валиками так значит что здесь у нас 1 1 2 1 2 так будем более полноценно без всяких фокусов с заголовками ну так на выходе у нас серый квадрат так ну вот еще раз получится нет все равно у нас нет тут что то есть давайте попробуем слухануть то что получилось значит на входе было так кажется я понял в чем дело у нас на входе уже как-то все тихенькое ти а стоп да можно сделать так так сделаем а а а о риг вот и вместе с тем 1 вав давайте одну итерацию так что мы имеем что мы имели значит на входе у нас было понятно а вот на выходе после сокса у нас почти что тишина и это и и и и и а и и и и и и и и Мне непонятно, почему у нас после сокса все настолько уродуется. Так. Вот мы берем непосредственно сокс. Только используем не один, а ориг. Вот. Вроде как, он только что должен был нам сделать фейзер. Слушаем. Вы слышите? И я не слышу. А звук есть. У меня есть подозрение, что коэффициенты были подобраны исходя из того, чтобы фейзер, ну, не совсем уродовал все. Вот напишет, слышно? Тебе слышно, а мне нет. Нет. Впрочем, мы сейчас, мы ведь на радио, мы же эксперты по саунд продакшену. Так. А, F. 10. Раз в 10. Погромче, давайте. Это я в 10 раз громче. Я лично нихуя не с ним. Окей, давайте в 100 раз громче. А здесь вот уже клиппинг пошел. Ну что, здесь надо или читать справку по фейзеру, и пытаться понять, что делают вот эти вот опции, которые скрипт рандомом подставляет. Или пойти нашим путем, а именно пойти путем создания компрессора. Я думаю, пришло время добавить моды 3 в наш саунд тупик. Ой. Вот. Ты что, сукин сын, динамики решил нам попалить? Погоди. Шар с собой, пацаны, не ссыться на мана. Главное, чтобы я не обосрался. А мне вот какать хочется. А-а-а. Какать. Какать. А-а-а. Какать, какать, какать. Так. Мы, значит, и читаем этот звук, и пишем его. Значит, здесь у нас что? Так. Нам нужно выяснить, в каких пределах оно работает. Соответственно, мы здесь делаем... Предположим, что 0 это нормальный 0. 0. Человеческий 0. Ну, соответственно... Если оно больше, чем макс, то макс равняется... Это мы подсчитали минимум и максимум. А-а-а... Соответственно... Значит, из большего вычесть меньшее. Меньшее. Вот. И... Насколько нам нужно получить множитель? Что-то, что нам нужно, дайте-ка, сообразить. Возле. И... И-и-и-и-и-и-и-и-и. Так. Кажется, так. Поправляйте меня. Или нет? Чуть-чуть... Чуть-чуть я не сображу. Кажется, так. Так. но потом мы проходим по всему этому безобразию значится так собственно минус мин кажется так дальше насыщение насыщение у нас уже есть вот здесь ребят я немножко поехал а вы мне не подсказывайте у нас нету массива samples откуда у нас сэмплс у нас есть саун совсем я схожу схожу с ума сэмплс саунд саунд ехал саунд через саунд саунд ну вроде бы как бы вроде как-то так я думаю что не уверен но как-то вот так вот оно и работает да так бывает попробуем скрипелять так начал вроде работ ну вы без обладает и давайте нормализовывать ас уж сокс у нас все это делать очень тихо и мы недолго думая как креней нам больше будет тогда мы недолго думаем у нас есть небольшая небольшой неудобняк мы сейчас таким образом заголовки себе побьем так чтобы заголовки себе не побить мы будем здесь процессить не с самого начала а скажем с трехсотого то есть трехтысячного байта и бы нехуй вот как то так значит это мы перекомпиляем и так и что получилось вот собственно это я и ожидал увидеть и никакого клиппинга мам именно это собственно я и увидел в тех картинках которые нам анончик присылал в тот день только сейчас то то же самое но без клиппинга и с нормальной цветовой информацией фазер именно так как то и выглядит можем кстати заслухать результат этой картинки то есть это это а это а это а это и а а Так, давайте сделаем побольше итераций, штук десять. Нас так просили. Еееее! Давайте слуханем то, что получилось на выходе. Замечательно! Мне нравится то, что мы сделали! Так. Еще разик. Стоп! У нас тут ошибка. Пряматуя EF он вов. Так. У нас тут есть какая-то ошибка. Так. F-Write. Sound Size. Странно. Не должно быть такого, чтобы был пряматуре и икуляйшем. Несколько на рангистах дохуя. Странно, что у нас пряматуре и икуляция происходят. Возможно, как-то мы все-таки ломаем заголовки. Но... Так. Sample, sample, так... Ну, это ни на что, в принципе, не влияет. Так. Так. Еще раз Сейчас туда ошибок не... А, не, все равно Все равно Все равно у нас иногда возникает Ворнинг Каков графен? Я думаю, это должно стоить уже Ну, что-то в районе Ста тысяч долларов Ну, как вам, ребята? Так, ну, а теперь Мы попробуем сделать так Лэйм Я вот и помню, какие у нас опции Лэйма Давай, сейчас мы так Попробуем пожать Значит, с... Б 32 килобита Риг.ВАВ В... Риг.МП3 Вот Мы Пожали Значит, с... Риг.ВАВ Размером 1.8 Мегабайта Ужался в 800 килобайт МП3 Давайте Заслухаем Счет как-то... А, оно в... Пожало Может быть, просто 30 килобайта было указать? Так Теперь 80 килобайт Да Поп Слушаем Ну, как-то так О чё? Мне понравилось Хорошие звуки Оно, естественно, порезало нам частоты Ну, 32 килобита Оно и есть 32 килобита МП3 Ну, а теперь, собственно FFmpeg И... Иг МП3 1. ВАВ Чё же будет? Это мы сделали ВАВик Потом Из... Чтобы Так Вот у нас есть Также ВАВик Нам нужно Запустить Эту команду Из... Так Sound to image Теперь Нам нужно Запустить Вот Эту команду И, в принципе Уже можно Смотреть Потому что я могу Точно так же И БМПшки Смотреть Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Проблема происходит от того, что вот здесь у нас изменились параметры AC1, AR44100. Ну, небольшой овсет следовало ожидать, смещение, вот, а в остальном, смотрите, как хорошо, пожалась наша картинка в MP3. Помните, когда-то давным-давно кто-то такой эффект уже проделывал, что он, смотрите, я сжал картинку в MP3, смотрите, как круто! Вот, у него там было тысяча-тысяча лойсов во Вконтакте, а вот мы сделали то же самое, так, между делом, не глядя. Вот, вот так вот-то мы умеем. Вот, что ещё можно сделать? Как ещё можно изуродовать? А? Так, от себя добавлю, что вот в этом замечательном скрипте неплохо бы добавить ещё один множитель, чтобы эхо вызывалось почаще. И тогда... Получится как-то так. Мне всё просто не нравится, вот этот варнинг, он мне очень не нравится. Вот. Эх, а ведь можно было бы продавать такие картинки, не так ли? Можно было бы деньги иметь. Судя по количеству сообщений, которые нам приходят, рейтинги этого эфира просто бьют все рекорды. Ну и всем абсолютно, конечно же, похуй. А вот так у нас работает эффект эхо. Или всем похуй, или всем я сжёг динамики уже. Мне не нравится эта прематура ЕФ. Я этот эфир из жалости смотрю. Из жалости к кому? К своей мамаше. Надо это заслухать. Я хочу это слухануть. Я просто оглушён шумом внутренней тревоги. Какие картины! Какой арт! Это искусство! Это искусство! Вот. Какие там ещё есть опции у Сокса? Вот покрутить бы всё это, поковырять, можно было бы даже, в принципе, генетические алгоритмы приделать, как оно он хочет. Нравится, не нравится. Но это придётся тысячу раз нажать, нравится, не нравится, пока оно сделает что-то человеческое. А так у Шио появился электронный конкурент. Хреновый из тебя музыкант! Почему хреновый? Я и не музыкант вообще-то. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Можно прикрутить, как я уже сказал, генетику. Это когда нравится, не нравится, нравится, не нравится. Во-первых, нужно изобрести какой-то гуй. Это сложно, чтобы где было жать кнопочки, нравится, не нравится. Во-вторых, это нужно очень большие выборки прожимать. То есть, например, он сгенерил 10 вариантов. То есть, когда мы делаем новое потомство, нужно хотя бы небольшое потомство, там, 10 сделать вариантов, чтобы из этой десятки найти лучше и от лидера у этой десятки наследоваться дальше. Надо к рандомному шуму привязывать реальные звуки. Например, в некоторой части кодировать что-то вроде в MD5. Потом на основе полученных оттуда буков и цифер, которые соответствуют звуку, привязывать соответствующие звуки. Ну, шо-то такое! Ой, а это можно попытаться сделать, знаешь, бесконечный такой рандомо-микс. Я все хотел сделать. У меня есть база где-то на 15 тысяч миди-файлов. Я хотел распарсить это и вот как-то их миксовать между собой. Проблема в том, что эти миди-файлы сами по себе звучат максимально уебищно. И лучшее там это раздел полифония, где какие-то известные композиции пытались сэмплировать в один-два голоса, не больше. Так что проект мой провалился. А что касается рандомному шуму, ну насколько он рандомный шум? Если белый шум, то он всегда рандомен. По определению рандомен. Так, я обещал видасики сделать. Так, я обещал сделать видасики. И давайте сделаем видасики. Давайте сделаем видасики. Так, ну для начала сделаем 100 кадров. И как-то уже пойдем спать, я так думаю. Так, на выходе этого у нас аут джипег есть, да? Значит, с мвм. А вот точка джипег в джипег. Или нет? Так, здесь тогда сделаем. Нет, это слишком сложно, я не осилятор. Так. Так, придется здесь. А, ну мы можем каждую картинку, каждую следующую картинку сохранять в отдельном файле. Так, вот всю вот эту порнографию. По-хорошему. Так, англинк 1, бмп, это нам уже не надо. Там тоже не надо. Эта порнография нам тоже больше не нужна. Так. Это нам тоже не надо. По большому счету нам и это все не надо. Вот. Так. Ну, после каждой итерации будем сохранять. Так. а ну как же так ну и поехали ну хотя бы на 5 да все есть ну начнем с сотни кадров для начала сейчас кино будет смотреть вот там у нас тоже какие-то фейлы пошли ой мы где-то сильно обосрались как-то мы обосрались скинь потом видосик на главную так мы обосрались но чё-то у нас тут есть сейчас попробуем кино собрать из всего этого я вкате не помню как кино собирать надо в маны заглянуть подсматриваю так так вы не поверите но я сделал кино так сейчас сделаем так сделаем 7 кадров в секунду я думаю норм так это кино играться не особенно хочет так так ну то что 60 ты я читал таки но на самом деле на самом деле тут смотреть то особенно нечего вот хотелось бы конечно смотреть но смотреть тут нечего сейчас мы покадрова будем смотреть птичек то есть то есть в первых кадрах еще там что то есть а дальше дальше вся жизнь шио то есть вот это вот это вот первый кадр который есть а потом он резко мутировал но мне интересно откуда у нас ошибки произошли почему она в конце концов решает заголовок перепилить вот шил пишет что мне нравится с 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 Где-то мы въёбываем заголовки. Где-то. Надо искать проблему нашу. Так. Так. Давайте думать, где мы могли обосраться. Значит, вот здесь мы делаем Равку. Это у нас фактически... Да, это Равка. Это в РЖБ. И из неё мы делаем так же. Но это уже звук. Хотя, на самом деле, это не совсем звук. Вот. Теперь мы к 1 ВАВ приделываем заголовки. Вот. То есть, у нас пока что без потерь всё идёт. Так. Потом мы это уродуем, уродуем, уродуем. Но вот единственное, где мы могли проебать, это вот здесь. Потому что только здесь у нас... некорректная работа с заголовками. И то... Заголовки там как бы должны оставаться на месте. А-а-а... М-м-м... Знаю. Так. Сейчас мы это пофиксим. Так. Здесь у нас ВАВ Дуров. Это... С небольшой ошибкой. Но она у нас набегает для картинки. Это не важно. А вот здесь одну ошибку мы сейчас пофиксим. Так. Значит, у нас здесь вот читается не только Sound Size, но ещё некоторое число. Так. Так. Sound Size. Пускай у нас будет... Sound Size. Sound Size. Плюс, скажем... 3000. Ну вот. Ну вот. Мы не будем трогать. А здесь вот то же самое. Честно говоря, я не уверен, что здесь всё будет... Корректно! Так. У нас сразу идёт warning. Ну, мы же ещё не скомпеляли, господи. Вообще, это мелкая ошибка, и я не думаю, что она могла привести к столь жестоким последствиям. Вот. Всё правильно. Так, стоп. 1800. Это у нас не samples, а byte. Да. Ну, потом мы их делим. Ну, как-то так. Вот эта вот хрень откуда берётся, не ясно. В принципе, похуй на неё. Так. Ну, я хотел бы немножечко снизить силу вот этих вот фильтров, которые пытаются... Давайте добавим... И ко всем вот этим параметрам добавим мульт. Я не знаю, что эти параметры делают. Но раз мы уродуем... Так. Поверято, 0,1 здесь обязательно нужен. Ну чё, давайте попытаемся. Вообще, я хотел, наоборот, снизить силу фильтра, но мне кажется, она только возросла, и как-то оно даже не особенно влияет, что ли… Так, у меня есть тут одна гениальная мысля, что не собственновато. Где-то я ебу мозги сам себе. Где-то я ебу мозги сам себе. Точно, ребята. Не Socks виноват, это я ебанат. Так. Где-то среди всех этих файлов я потерялся. Так, надо, пожалуй, сделать вот что. Вот, перед самым началом работ, мы удалим все RAV, LAV… Что-то у меня, кажется… Так… А… Аут… ЖПГ… А… Я молодец. Блять, ребят, я молодец. Я обожаю отлаживать то, что не может работать. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Так… Вот это вот надо фиксануть. Так… Вот это вот надо фиксануть. Так… 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 Как вы? Как вы… А, Эх. Как вы? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Теперь вот это мы уберем Ну и что-то там оно насрало Ладно Запустим Поехали Что-то как-то оно слишком быстро процессит Так, опять оно съело в результате все заголовки Опять, кажется Все сломалось Ну, кино получилось В принципе, таким же самым Почти не отличающимся Так, это то же самое кино Это то же самое кино Так Так Перегенерировать Вот Вот новая версия кино Оно В принципе, то же самое практически Ох ты! Так Так Там у нас была еще одна картинка Сейчас мы попробуем С ней сделать то же самое Так Как же она называлась? Дикая природа Похоже, сокс практически не работает Поскольку Говорит о всяких варнингах Ну да ладно Так да Он еще, скорее всего, может Постепенно терять Информацию Ну да ладно И вот Значит Первый кадр Вообще без изменений Поехали Ну вот так вот Можно уродовать Картинки Через Аудиодомен Не знаю Зачем мы это делали Вот Мне просто очень не понравилось То, что картинки Получаются С перегрузом Грубо говоря И вот я Сделал правильно А что если Кодировать картинку В звук Да так Чтобы потом Звук Можно было преобразовать Обратно в картинку Ну вот мы Собственно Этим и занимаемся Мы как раз Картинку в звук Кидаем А потом уже Обратное преобразование После того Как мы Аудиоредактором Соксом В данном случае Пройдемся Вот Вот эта вот Картинка Которую сейчас Ты увидел Она звучит Вот так вот А то, что в конце получилось Звучит вот так Собственно мы этим И занимались Два часа Вот С лишним Как-то так Ну что На сегодня Мой Запас аутизма Как-то исчерпан Идей Особенно Больше нету Хм Так Получается Мы не Полной хуетой Занимаемся Может Сейчас Какой Фотоэффект Получим Ну вот Фотоэффекты Ты как раз И видел Только что Мы их все Посмотрели Как картинка Должна выглядеть После преобразования По твоему Не знаю Вот как-то Так и должна Было выглядеть Алса Может пытаться Эффект Значит С Коэффициентов Сокси Сейчас Наоборот Задрать Мы поставили Мульт 0.1 Может пытаться Например В два Раза Усилить Че получится Почему-то Напишет Wave Reef Header Not Found Как-то Догадываюсь Почему Он это Делает Вот Этот Два Вав Он Скорее Все Ставится Более Маленьким Вот А надо Чтобы Он Создавался Побольше Так По-моему Должны выглядеть На 95% Как оригинал Например После кодирования В mp3 Качество Вроде как Ухудшится То есть Процент Будет Меньше Но я же Показывал Как выглядит Картинка Кодированная В mp3 Где ты был Ну ладно Потом Запись Посмотришь Так Вот здесь У нас Собственно Говоря И проблемы Получается То что Обработанный С оксом Файл Стоится Меньше И так Можно Кстати Визуально Показать Насколько Ухудшится Файл Бля Гениально Мы Мы Этим Уже Занимались Мы Уже В mp3 Кодировали Вот Мы Даже Слушали Звук В mp3 Вот Все Все Это Было Алло Ты Где Был Вот Так Да Я вроде Видел Появляются Розовые Зеленые Пиксели Да Именно Что Так Я вот сейчас Смотрю На что Чем Как вот Мульт 2 Повлиял Влиял он так Что Картинки Ни фига Не изменились А наш Сокс Вообще Не Сработал Совершенно Не сработал Вот Так Так Вот В чем Проблема А Сокс У нас Не сработал Вот По этой Вот Причине Сокс Нам Говорит Что Гейн Вот Вот Это Оригинальный Скрипт Который Был Вот Фактически Весь Наш Сегодняшний Эфир Это Попытка Как-то Облагородить Обустроить Вот Этот Самый Скрипт Мы Первым делом Его портировали На Перл Дописали Маленькую Воспомогательную Утилиту На Сишке Вот Исправили Вот эти Параметры Соксом Вот эти Вот Ну В общем Сделали Так Чтобы Сокс Работал Дописали Даже Компрессор Это Блять Есть Визуальная Сравни Качество Звука Причем Даже Для Аутистов А не Какие Там Ёбаные Звуковые Графики Непонятные Аутистам Ну А что Ты Так Будешь Сжимать Ой Ладно На сегодня Сие Усё Могли Бы Писать В Аб Сервер Могли Бы Кодировать Видео В Гифы Я много лет Хочу Чтобы Кто-то Написал Мне Гиф Енкодер Много Много Лет Вот Нам написали Сейчас Сообщение Вот Зачем Его Нам Написали А Явно Видно Что Человек Совершенно Не смотрит И не слушает Эфир Ну Что Поделать В общем Могли Бы Заниматься Разными Полезными Вещами Но Не Занимаемся Вот Спасибо За Внимание Радио Нимус Мы Доставляем Эм Редактор 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 Корректор Редактор